Имена знаменитых тверских купцов и благотворителей Василия Аваева и Елизаветы Аваевой вынесены в Золотую книгу Твери. Торжестная церемония прошла накануне в стенах Центра специализированных видов медицинской помощи имени Аваева. Именно эту больницу он основал в 19 веке для бесплатного лечения неимущих граждан. Золотая книга Твери была учреждена по решению городской думы в 2011 году для увековечивания памяти наших земляков, которые внесли неоценимый вклад в историю, развитие и процветание столицы Верхней Волжи. До последнего момента на ее страницах было 20 памятных записей. Это имена наших защитников, наших преподавателей, наших учителей, наших создателей. То есть тех людей, которые внесли непосредственный вклад в развитие и формирование нашего уникального города. Теперь к списку самых достойных тверичан добавились еще две фамилии. Точнее фамилия одна, но носили ее два человека. Василий Петрович Аваев и его невестка Елизавета Ивановна. В историю столицы Верхней Волжи они, представители успешного купеческого семейства, вошли в первую очередь как благотворители. Это многое сделано именно для населения Твери. Да, Василий Петрович и Елизавета Ивановна, они, конечно, были в то время, можно сказать, организаторы. Потому что создать в городе в 19-м веке бесплатную больницу для жителей, это был такой гражданский шаг, очень ответственный шаг. В начале 20-го века, благодаря пожертвованиям еще нескольких купцов, Аваевская больница разрослась в целый городок. Однако после революции имя благотворителей было забыто. Возвращать его из забвения начали только пару десятилетий назад усилиями руководителя клиники Корене Конюховой. Именно при ней были отреставрированы исторические здания больницы, флигель, восстановлена церковь. Ну и, конечно, была проведена огромная работа по возвращению из небытия имен Василия и Елизаветы Аваевых. Это аккорд 20-летних поисков, возрождения, реставрации, истории. С моей точки зрения, это настолько справедливо и настолько правильно, что имена этих людей будут внесены в золотую книгу. Потому что они должны остаться в истории.